Друзья, уже совсем скоро сборная Украины по футболу проведет свои главные матчи, плей-офф, отборок Евро 2016 со сборной Словении. В связи с этим решили мы провести очередной опрос на эту тему. Мы находимся в манеже спортивного комплекса Политехник. Здесь каждые выходные собираются люди, которые очень любят футбол, которые разбираются. Ну и поэтому посмотрим, повезет ли кому-то из них выиграть 50 гривен. А тема нашего опроса будет исторические матчи сборной Украины и Словении в далеком 1999 году. Сейчас наши играют Украина-Словения, плей-офф. Но ты же наверняка как футболист знаешь, что эта встреча для Украины и Словении не первая. Уже наши встречались, закончилась эта встреча печально для Украины. Первый вопрос, в каком году играла Украина и Словения, когда наши не прошли? В каком году играла Украина-Словения? Поехали дальше. Второй вопрос. С каким счетом сыграли в Словении и в Украине? Не знаю, я не спрятал. Молодежь не смотрит и не интересуется нашей историей футбольной. В Словении, не помню, а в Украине 1-0 проиграли. 2-1 проиграли, по-моему. А дома 1-1. Честно, не помню. 1-1 первую игру, а вторую 2-1 проиграли. Ладно, засчитаем, только наоборот. Первая игра 2-1, вторая 1-1 дома. Там 2-1 проиграли, в Украине 1-1. Там 1-1 дома. Так, супер. И как сыграли там? Проиграли там, 1-1 сыграли дома. Ничего себе. Ну хорошо, последний вопрос. Кто забивал в тех матчах? Может, не знаю, я не супер. У Шевченко ребро, что так не смело? Ну все правильно, все супер. Поздравляю, поздравляю. У нас все по-честному. Александр Миславский. По чесноку. Смотри, ты видишь, что творится? Поздравляю. Видишь, я уже в палку иду. Ну пусть будет Шевченко ребро. Шевченко, по-моему, там забивал. Правильно, и дома? Дома, дома не помню, честно. Помню, как пропускали. Ну это все помнят, а? Ну еще подсказываю, еще один наш известный форвард. Ребров. Ну я думаю, Шевченко. И еще? И Ребров. Скажу вообще, даже так в памяти что-то не помню. Знаю, что пропустили в конце. Ну это все знают, что в Реброве. А вот забыл фамилию Ракайтова. И кто забивал за Украину? Вот эти два мяча. В Словении и в Украине. Ну раз ты все знаешь, для тебя сложнее. Должен ответить в Словении, кто один забил, и в Украине. Ну скажем, по-моему, в Украине, по-моему, Ребров, а в Словении Шевченко. Блин, ну ты вообще как бы... Тогда хорошо, во избежание подводных, друзья. Все правильно ответил Антон, но во избежание подводных течений, фальсификации. Последний дополнительный вопрос. Кто был тренером сборной Украины? Саба. Ну что поделать? Что поделать? Что поделать? Где, где еще? Тут все, все по чесноку. Антон Леонидович. О, спасибо. Все, поздравляю за знание. Друзья, вот если человек футбол любит, тут уже в каком году, с кем бы ни играли, с каким счетом, все по-честному. Что ж, нам остается дожидаться этих матчей уже совсем скоро. Украина-Словения. Болеем за наших, поддержим нашу сборную и надеемся, что эта встреча уже будет и уже запомнится нам победой, а не проигрышем и разочарованием. Всем до встречи, пока.